Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему! Слава Ему за то, что мы Его дети и что до сегодняшнего дня Его милость обновляется для каждого из нас. Что мы все с вами живы, пусть относительно здоровы, да? Но мы пришли в Храм Божий поклониться Господу и побыть в Его присутствии, чтобы наполниться тем светом, словом и той духовной пищей, которую Бог нам уже приготовил заранее. До того времени, пока мы сюда не пришли. Не ожидала, конечно, что мне предстоит рассказать немного о служении и защиту жизни. Немножко волнуюсь, хотя вроде много приходится говорить и перед мирскими людьми, но всегда испытываешь трепет даже в школьной аудитории, когда говоришь серьезные темы. Служение в защиту жизни берет начало с 99-го года, когда у нас в Беларуси прошел международный конгресс по проблемам демографии, то есть смертность у нас превышает рождаемость. И до этого происходили исследования Беларуси во всех сферах жизни. И наши ученые, и профессора, и ученые из других стран участвовали с Прибалтики, в том числе и с Польши. И они сказали, что вот один, второй пункт, третий, и духовно-нравственная проблема на последнем пункте была у них, да? Но когда они начали обсуждать, они поняли, что самая главная проблема это духовно-нравственная проблема, когда люди без христианских ценностей, без установлений Божьих живут, и живут не по Божьи. И был один из ученых, такой академик, один из пяти деятелей на руки Республики Беларусь, он по вероисповеданию католик. И вот он был организатором этого конгресса. И он первый, кто предложил, изъявил желание, чтобы в этом конгрессе участвовали все конфессии, христианские конфессии, которые есть в Беларуси. И вот таким образом были представители от разных конфессий, от наших протестантских тоже. И таким образом нам предложили участвовать в этой проблеме из-за того, что у нас такая статистика в Беларуси. Наша Беларусь занимает первое место по разводам в Европе. Третье место мы выходим по проведению абортов, по прерыванию беременности, то есть прерыванию жизни ребенка внутриутробно. И третье место Беларусь занимает по суициду. Я сама из Брестской области, и когда я узнала эту статистику, и что меня еще больше удивило, что третье место, да, но еще по областям было Витебская и Брестская область. И я возмущалась внутри, думаю, да не может быть, как это Брестская область? У нас столько много верующих, у нас столько много церквей, но вот такой факт. Дорогие братья и сестры, Бог нам открывает какие-то возможности в этом мире. И социальное служение – это то служение, через которое мы имеем возможность выйти в мир. Когда-то в 99-м году у нас была сестринская конференция женская, и Лариса Александровна Живрик рассказала об этой возможности, об этом служении в защиту жизни с беременными, в школах, с теми женщинами, которые идут на аборт, с детьми-сиротами. И у меня тогда был ребенок 2,5 года, и я в сердце своем сразу откликнулась, думаю, Господи, это выйти в возможность в мир, это мне возможность, я хочу. И я дала согласие, мы проводили семинары и так далее. И с этих 99-го года до сих пор я в этом служении, много Господь делал чудес, много было трудностей, испытаний, но слава Богу, что до сих пор мы удержались, скажем так, потому что было очень много людей, было филиалы во всех городах. Благодаря Ларисе Александровне эта работа была налажена, но так как она ушла в журнал, это служение начало хромать. И я, видя это состояние, подумала, что мы не должны верующие терять эту возможность выйти в мир. Так как организация имеет статус общественное благотворительное объединение, зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Беларусь, имеется устав свидетельства о регистрации, и согласно устава, перечислено, мы имеем возможность выйти. Проходится обучение, получают люди удостоверение, и могут с этим удостоверением проходить. Вначале мы были осторожны, потом Бог давал больше возможностей и с беременным, и с теми, кто на аборт. А сейчас, на данный момент, у нас 6 лет в декабре, благодаря Господу, появилась такая возможность на уровне закона, обязательное психологическое консультирование женщин, идущих на аборт. И слава Богу, что 10% — это не так много, но все-таки женщины оставляют беременность. И через эти консультации проходит обучение, которое проводят совместно с нами и православные. И на этом обучении, кроме государственного обучения, мы проводим работу и духовную, объясняем, как использовать эту возможность, чтобы свидетельствовать. Конечно, это служение, у меня в сердце звучало, идите и научите, да? И я понимала, что я сестра, и в Господе я не могу идти и научить, и крестить, да, как это в Слове Божьем написано. Но я понимала, что Бог дает возможность эту, чтобы мы указали путь, ту альтернативу для мирского народа, да, из того состояния, из того пути, в котором они находятся, чтобы мы указали лучший путь, чтобы мы показали, что мы другие, чтобы воистину был свет и соль через нас. Это не так просто. Это очень сложно, потому что мы вступаем на территорию дьявола, да, с мирскими людьми. Когда мы в церкви, нас слушают и могут кивать головами и говорить «Аминь». В мире мы такого не услышим. Вот. И поэтому постоянно нужно бодрствовать. Бог дал возможность пять с половиной лет проводить беседы с беременными. Начинали мы с Ларисой Александровной, потом с другой пожилой сестрой. В двух отделениях патологий, где женщина беременная находится на сохранении. И я думала, я только буду с беременными. Но Бог показывал, что очень много молодежи в рано вступает в интимную жизнь, вступает на путь греха. И потом, вот, скрыть свою беременность, они идут на прерывание беременности, да. Прерывание беременности еще идет вторая, третья беременность. Те дети, те женщины, которые находятся в грехе прелюбодеяния, она тоже пытается скрыть. И такие приходят на консультацию. Вот. Но слава Богу, что это служение, оно спасает жизни, не только спасает жизни, вернее, но дает возможность сказать о Христе. Самое первое, что я использую в своем служении, я у них спрашиваю, вы православные или вы крещеные? Они говорят, да. Они с таким достоинством все отвечают, что они крещеные. Тогда задаешь вопрос, а что для вас это что-то значит? Они говорят, ну да, начинают рассуждать вслух. И вот это вот зацепка для меня, чтобы мне говорить на тему, на христианскую тему, да, на духовную тему. И вам хочу с сожалением сказать, что 90% женщин говорят, что они понимают, что это грех, что это убийство, но они все равно его совершают. Слава Богу, что не все. Вот. И буквально в прошлом году у меня была такая ситуация, звонит женщина через сайт, у нас есть свой сайт, тоже по милости Божьей, мы его имеем, мизерная оплата за этот сайт на Тутбайе, через которую много людей звонят. И вот звонит одна женщина, двое деток у нее, она говорит, я беременна, мне надо срочно аборт делать. Но так как они забивают через интернет, да, и попадают в нашу организацию, и не смотрят, что там написано, да, им надо вот быстрее избавиться. И я начала расспрашивать, а что случилось, какая причина, и так далее. Я вот живу с отцом, а если он узнает, что я беременна, он меня выгонит. А я говорю, а что папа неблагополучный, пьяница какой-то или нет? Нет, он не пьяница, он баптист. Вот это было, я говорю, вот, пожалуйста, с этого момента, да, подробнее, пожалуйста. Папа ее был пьяницей, но Господь его призвал, он освободился, а мама умерла от цирроза печени. Вот такая была семья, она выросла с детства как бы без мамы. И я подняла церковь в Березино, и начали работу с этой семьей, вернее, не с семьей, а с сожителем ее, а он с детского дома. И так Господь сдал, что она сохранила эту беременность. И они мне теперь фотоотчеты присылают. Вот, и было свидетельство с Ларисой Жибрик в церкви, с братом одним. Мы ходили в больницу к этому, сожители ее. Вот, свидетельствовали ему. И он старается молиться как может. В церковь иногда приходят. Недавно такое свидетельство было, когда звонит мужчина и говорит, вот, моя женщина беременна, у меня нет еще детей, а у нее есть уже ребенок, она с Прибалтики, и нам этот ребенок, ну, никак не нужен. И вот Бог дал мудрость поднять его в глазах, его даже сказать, что ты лидер, ты глава семьи, это твой первенец, это твое благословение, неужели ты откажешься откажешься от своего ребенка. Я говорю, приходите ко мне завтра на прием, я буду с вами беседовать. Мы вам поможем материально. До трех лезь есть такая организация, которой мы поможем вам. И он говорит, хорошо, придем. Но они не пришли. И я звоню, говорю, Василий, а почему вы не пришли ко мне? Я вас жду. А он говорит, а мы уже стали на учет, да, по беременности. И вот иногда опускаются руки и разочаровываешься, и думаешь, о, Господи, когда, вот приходишь в колледж, да, проводить лекцию для молодежи, полдевятого утра, и говоришь, Господи, неужели они тут сидят такие сонные, в телефонах, никому ничего не надо, типа того, что... И ты говоришь, и потом идешь и думаешь, Господи, хоть одна душа, чтобы не осталась равнодушна к этой теме. А целомудрия, а что такое аборт. И почему-то через месяц приходит ко мне девочка 16 лет и парень, которому только в сентябре будет 16 лет, и говорят, что вот у нас беременность, и мама девочки против. Она занимает должность только на аборт. Были жалобы, были разборки. Слава Богу, молились сестры за меня и братья. И Бог помиловал меня без всяких разборок они оставили. И теперь мама говорит, ну, хорошо, что не сделала аборт. Вот. Они поженились, их расписали. Они мне тоже высылают фотоотчеты этой девочки и благодарят, рассказывают, как она купается, как она что говорит уже и так далее. Дорогие братья и сестры, я хочу обратиться, пользуясь возможностью к тем братьям и сестрам, которые имеют отношение по работе с молодежью, которые работают в медучреждениях, в школах, может быть, воспитателями, может быть, в общежитиях. Если у вас есть желание, чтобы я вам немножко рассказала об этой возможности, после собрания вы можете остаться на короткое время, хотя бы просто ознакомиться с теми возможностями, которые есть для вас в этом служении. Вот. Потому что служение направлено на просветительскую работу, на вопросы целомудрия, да, вопросы нежелательной беременности. Мы его называем ценность и святость человеческой жизни. И я бы хотела бы, чтобы вы откликнулись и не остались равнодушны, потому что вот эта возможность, которая у нас есть, я понимаю, что она тоже не навсегда. Вот когда мы ходили пять лет с половиной в отделении патологии, мы благодарили, каждый раз выходили или в машине, или на улице, и я понимала, в духе чувствовала, что это на время. Мы беседовали с женщинами на коридоре, и врачи нам не препятствовали. Мы приходили как к себе домой, мы рассказывали о всех христианских праздниках, мы даже пели, какие-то стихотворения рассказывали, рассказывали библейские истории, связанные с нашей темой, пытались как-то приблизить людей. И две женщины уверовала, вот они пришли в церковь через это, потому что знакомства дальше продолжались, и общение продолжалось. И хочу зачитать место из Библии, которое Бог в духе дал одной сестре, Господе нашей Татьяне. И вот это слово спасло одну жизнь, когда я услышала от нее, я его прямо воспроизвела для одной женщины. И она в 41 год оставила беременность двойню. Она со слезами поставить на учет, становиться, и врач говорит, так что ты плачешь? Так иди делай аборт, чего ты плачешь? Но у нее вот эта борьба, она понимала, она приняла в свое сердце, что я оставлю ребенка. Но в то же время это была тягость, потому что дети были по 22, и больше лет уже старшие. И тут вот такая беременность. потом Бог допустил выкидыш в ее жизни, мы с ней общаемся уже 4 года. И она понимает, что она приняла от Господа это, смирилась. И Бог эту тяжесть, которую она думала, что ее нож она не поднимет, Он забрал ее. Он через это ее состояние смирил ее и дал ей покой. В духовном мире, когда делается выбор, даже просто допускается мысль прервать жизнь ребенку, то это равносильно соглашению, когда родители заключают завет с дьяволом на крови собственного ребенка, ни в чем не повинного. Это равносильно жертвоприношению. И причины, которые толкают женщин на аборт, и они те же самые. Раньше поклонялись идолам и отдавали в жертву деток, да, новорожденных. Сейчас отдают в жертву ради своего комфорта, ради блага, чтобы было легко и не было проблем. Пользуясь возможностью, хочу напомнить, что был такой период, когда каждое второе воскресенье мы молились за это служение в церквях. Так приняли, была такая мессианская церковь, стюарда и шанталь, если вы знаете, и шанталь организовала эту встречу, были протестанты и католики, и мы приняли решение, что мы можем делать. Молиться за это служение. И я предлагаю вам как бы дополнить молитву за социальное служение, если когда вы молитесь, да, включить молитву за это служение в защиту жизни нерожденных детей, за целомудренный образ жизни нашей молодежи, чтобы мы были тем светом и солью, потому что они смотрят на нас, они видят, они видят разницу. И слушала братьев, которые были в рабстве греха, и вспомнила такой момент, когда у Лени Берука были свидетельства, да, и один брат рассказывает, говорит, вот когда брат за меня молился, вот тот, который читает мысли, да, поняли, да, тот, который имеет этот Господа дар, и он говорит, я тоже хотел бы такого иметь. Вот люди приходят с мира, да, они видят эту разницу, и они хотят быть похожими на нас, потому что они обречены в этом грехе, и они не знают выхода, они пытаются своими силами, но они не могут без Господа освободиться. И что касается греха, конечно, очень много. Это блуд, разводы, серебролюбие, наркомания и так далее. И один из грехов это Содомия, грех Содома. Братья и сестры, это не на Западе, это не только на Западе, это у нас есть. В Минске его больше, у вас, возможно, меньше, вы ее-то не видите. У нас в Минске несколько лет назад Содомиты, скажем так, движение ЛГБТ, извращенцы, да, хотели сделать открытый фестиваль три дня. И какое время, думаете, они выбрали? На Пасху, пятница, суббота, воскресенье. И верующие подняли всех конфессии, начали писать, звонить КГБ, везде, в санстанцию, чтобы только вот это место, где была реклама, чтобы им не дали. Они с этого места перешли в другое, и там им запретили. И они уже делали скрытый, закрытый этот фестиваль. Но после этого наш народ, и православные, и протестанты поднялись в этом вопросе, чтобы не было пропаганды этого Содомии, да, потому что в России есть закон запрет на пропаганду. И один американский пастырь даже написал открытое письмо Путину с благодарностью за этот закон. И один православный священник Смирнов пригласил его в Москву и благодарил его. И было очень хорошая беседа, и было свидетельство о нас, протестантах, какие мы. Но я хочу сказать, что мы, белорусы, тоже неравнодушны к этой теме. Мы не хотим, чтобы это было у нас, и чтобы это развивалось, потому что ко мне на прием приходил парень, которому 25 лет, и который не принимает свое тело. Откуда он получил? Только через интернет эту информацию. И он хочет быть девушкой. Да? А есть живой пример, когда девочка до 6 класса ходила в воскресную школу, а теперь она считает, что она парень. И она сделала операцию пластическую, которая в нашей Белоруссии, ставлю вас известно, сделается бесплатно. За границей платятся большие деньги. Вот так дьявол извращает мышление людей, да, по Слову Божьей. Они не принимают то, что им Бог дает. И мы, как протестанты, писали общее письмо. Харизматы, писательники, баптисты, да, писали общее письмо во все инстанции, на имя президента, в Министерство образования, культуры, МВД и так далее. Общее письмо, и мы подписаны были, что если нужно собрать голоса, подписи, мы готовы, потому что у нас это проще сделать. И мы даже делали это по церквям. Я в своей церкви собирала подписи за запрет рекламы, даже уголовную ответственность за эту пропаганду. И было очень много проблем, и мне звонили с Тудбая, спрашивали, как это вы такие... Они даже знают все, хотя письма были на власти, но все везде кругом известно. Сейчас настолько, ну, все можно узнать, невозможно скрыться. Поэтому мы с вами все на виду. И это идет к тому, чтобы вести тотальный контроль над нами. Не только над нами, а над всеми людьми. И хочу вас очень просить, чтобы вы не забывали благословлять и молиться за это служение, вообще за социальное служение, за ваш город Брест, за нашу республику Беларусь, чтобы Бог дал. Я сама об этом переживаю. я ревную о том, чтобы Бог продлил милость, чтобы больше людей спаслось. я хочу зачитать. Вы знаете это место, что молиться за город, за страны, за власти, да? И еще хочу одно место зачитать. Еремии, 29 глава, 8 стих. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей и размножайтесь там, а не умоляйтесь и заботясь о благосостоянии города, в котором я переселил вас и молитесь за него, Господу, ибо благосостояние его и вам, и при благосостоянии его и вам будет хорошо. Благодарю за внимание и благословляя именем Господа Иисуса Христа всех братьев и сестер, молодые семьи, которые находятся в детородном возрасте. И хочу сказать, чтобы вы не боялись рождать деток для Господа, чтобы вы не пренебрегали близостью с мужем, не торговали с ним, но жили по Слову Божьему, чтобы не был поругаем Бог в этом вопросе, потому что многие и сестры пренебрегают мужьями. И я об этом не просто говорю, я знаю это. Это в мире есть, но я не хочу, чтобы это переходило в нашу церковь. Я очень прошу молодых братьев и сестер, которые имеют молодые семьи, чтобы вы на первое место ставил Господь, потом церковь, потом Бог, потом семья, а потом служение. Потому что детки, они находятся в таком язвимом состоянии сейчас, влияние с мира огромное. И мы говорим про рабство наркотиков и так далее, но есть еще рабство в зависимости от компьютера. Это тоже огромное влияние. Поэтому наше главное служение, братьев и сестер молодых, посвящать наших детей Господу. и не быть равнодушными к тем, кто рядом с нами в селах, городах, деревнях, районах. Кто им скажет? Кто, как не мы, кому открылся Христос? Потому что вот эти люди, которые пережили в своей жизни, жизнь в мире на грани смерти, духовной смерти, они понимают, что это такое. но я, как с верующей семьи, да, я не хочу остаться равнодушной, но в то же время, может быть, я не так глубоко понимаю их, что они переживают. Я, когда слушала свидетельства брата, который был зависимый, Саларисы Жибрикцерков, да, и Владимира Николаевича, я думаю, Господи, это только Ты можешь, потому что столько, сколько дьявол их изматывает, это невозможно пересказать словами. Благодарю за внимание, благословляю. А, еще хочу Вам показать, пожалуйста, снимите, пожалуйста, забыла совсем. Вот это наш документ, да, натуральный, величина деток маленьких, начиная с 7 недель, это наша мессианская община нам подарила для служения. И когда показываю женщинам этот документ, вот самый маленький, 7 недель от зачатия, потом 8, 9, 10, и в 7 недель, вот до 7 недель делают вакуум, почти аборт, и говорят, там ничего нету. А на 18 день от зачатия, день от зачатия, уже начинает биться сердце ребенка. ребенка. А у мамы может быть 4-5 дней задержки всего лишь, да, цикла. Она может и не знать, но ребенок уже своей жизнью живет. И в 7 недель уже начинается первое шевеление. И есть видеосъемки, документальные видеосъемки, когда ребенка достает целенького на руке, человеческой руке, на перчатке, а он еще шевелится. Мы вчера собирались с сестрами, я показывала, и это жутко. Но это есть, это есть. И мы занимаем третье место в Европе по прерыванию беременности. Мы, наша страна, Беларусь. И в 7 недель уже можно зафиксировать работу мозга. Сердечко бьется 140-160 ударов в минуту. Вот это живое свидетельство, которое Бог оставил. Вот через эти муляжи, они имеют натуральную величину и вес. И еще мессианцы нам подарили такой большой набор, который от 11 недель до 30 недель. А в 38-40 рождается, да, детки. И это тоже для нас очень большая помощь, потому что мы проводим акции в городе в парке Челюскинсов, там Комаровка, другие парки, Парк Горького. И когда мы выкладываем на столе в городе, люди подходят и спрашивают, что это. И мы там свидетельствуем, потому что есть возможность, люди пришли в парк отдохнуть, они никуда не спешат. И слава Богу, что эта возможность была и в Бресте, и тоже имели эту возможность вот на выходные. Горисполком идет навстречу. И мы даже в Минске проводили на Рождество, под эгидой Рождества Христова, мы проводили в торговом центре столицы в Минске. Как была тоже проблема провести акцию, но нашелся молодой парень в Горисполкоме, который все организовал и дал нам разрешение. И это большая милость Божья, что мы эту возможность имели, потому что сейчас в связи с вирусом пока этой возможности нету. Поэтому то, что мы можем еще сделать, подключайтесь, пожалуйста, не оставьтесь равнодушны. И если кто-то в сердце услышал в себе призыв, что я могу, пожалуйста, не останьтесь равнодушны. Спасибо. Спасибо.